итак друзья всем доброго времени суток на настал очередной день нашей стройки ремонта автомобиль обалдать как всегда начинается утро низкая цех не пустеет постоянно кто-то чем-то занимается заправили пушки запустили пушки и идем теперь пить чай и так дорогие подписчики уже в гараже тепло пушку выключил приступим к разбору двигателя дальнейшему отделяем коробку передач от двигателя пообщавшись со знающими людьми сказали что двигатель и коробка передач должны находиться на одной плоскости ровненько чтобы не было излома чтобы проще было снять коробку передач отделить от двигателя также пообщавшись еще после предыдущего видео с людьми сказали конечно снимать с коробкой сложновато но попасть потом в маховик мы обдачу покажу по видео какие сложности чтобы оцентровать тот же самый маховик сцепление все это со штоком коробки передач а для тех кто не знает что колокол какой ключ нам нужен головочка на 15 резкость навести 15 . на 15 откручиваем эти болты ну по кругу откручиваем коробку точнее колокол и так после того как вы открутите 11 болтов у вас отделиться коробка от двигателя продолжаем дальше располнили располнили двигатель отделили от коробки вот у нас коробка судя скорее всего потому в каком состоянии все сколько здесь грязи и всякого песка болтается ремонт коробки как ремонт осмотр и восстановление посмотрим что можно будет сделать надеюсь что все таки это все ремонтируется но фу коробку покупать не придется а дальше получается мы вложим двигатель на бок и дальше покажу что мы делаем самое главное чуть не забыл сказать еще болтики с коробки передач то что коробка коробка где крепится к двигателю закидываем в баночку либо нём точку солярочки и пускай потихонечку смотают и чтобы их не потерять ставим рядом с коробочкой готовим коробку дальнейшему осмотру ремонту и тогда и тому подобное а пока занимаемся двигателем главное сейчас снять старую поршневую коленвал распредвал все это отделить и готовить двигатель уже на дальнейшее обращение и гильзование так подготовили двигатель для того чтобы было проще здесь кантовать и дальше заниматься двигателем снимаем сцепление чтобы добраться до маховика и снять заднюю плиту болтики надо будет подкручивать чтобы добраться уже до коленвала с распредвалом здесь нам понадобится головка на 13 здесь также на 13 и некоторые на 15 работаем снимаем сцепление заднюю плиту и так вопрос к специалистам походит еще или пора менять это первый вопрос ну а второй даже не вопрос made in Germany и шухры-мухры кто знает вообще это нормально и нет сцепления болтики прошу прощения за свет пока тащу в темный уголок коробку все что я снимаю относятся коробки я отношу сюда на отдельный поддон так как мы не профессионалы мы можем все потерять болтики которые мы откручивали сцепление все воткнул обратно в дырочки положил отдельно на поддоне чтобы не потерять потом уже при установке в сборке будем все это мыть и по местам закручивать после того когда уже открутили сцепление вот уже у нас и маховик кто кстати у нас там тоже профессионал имеет опыт владения автомобиля с двигателем камень что с маховиком походит еще кто как скажет ваше мнение а мы откручиваем маховик так после того как мы открутили сцепление открутили маховик от коленвала мы откручиваем заднюю плиту вообще зачем нам снимать маховик на уже всего лишь поршня до добраться так как течение гильзования происходит на голом блоке нам надо это все открутить поэтому за маховиком как раз у нас оставшиеся болты чтобы открутить заднюю плиту и добраться дальше уже до коленвала ну и в принципе нам будет проще переворачивать блок когда вот это вот лишнего уже не будет так сказать так что занимаемся дальше разбираем добираемся до до полного блока цилиндров эти кому интересно это вся спецификация данного двигателя который сейчас установлен вообще в целом установлен на этом автомобиле но пока он не установлен вот кому интересно что еще хотел добавить очередной лайфхак ребята я не сомневаюсь ваших способностях но на всякий случай даже я делаю фотографии какие болты где должны быть под какими размерами да ну как бы на фотографии и на видео понятно да где у нас идет 13 болтик где у нас идет уже 15 и так что мы на данный момент имеем сняли заднюю плиту вот у нас получается распредвал сепаратора сепаратор отделитель масла так называемый что мы видим видим что у нас здесь все в картерных казах нагар чернющий надо смотреть будет дальше разбирать это у нас уже коленвал так чтобы нам потом в дальнейшем не запутаться с болтами болты по вставляем обратно в свои места потом помоем все порядок приведем болты также запомним где какие находятся ну и дальше уже будем собирать тогда чтобы не потерять и не забыть какие болты где были пока сделали так на сегодня было по плану добраться до поршневой группы достать поршня но похоже не сегодня позвонил брат сообщу прекрасную новость дорогие подписчики которые давно смотрят за моим канал и говорил о том что будут новости сюрприз сюрпризный сюрпризы начинаются жена брата родила родила пацана здоровья маме здоровья сыну здоровья отцу поэтому сегодня мы с поршневой группой не разберемся это будет следующем видео а мы едем отмечать обмывать всем спасибо за внимание всего доброго здоровья всем поехали обмывать